Всем привет! С вами Мария Короленко, Florarium Plants. И сегодня день рептилиума. Я, как видите, нахожусь в нашей новой мастерской в магазине. И так получилось, что я забыла о том, что рептилиум в этот день и назначила мастер-классы, и теперь за это расплачиваюсь. Я очень расстроена, поэтому я решила себя порадовать и сделать то, что мы с Гошей очень давно откладывали. И, наконец-то, сделать террариум под орнитомией в анзолине. И очень надеюсь, что сегодня они у меня появятся, но это еще не факт. Сейчас мы будем немножко разбирать саму емкость и немножко покажу мастерскую, которую сделал мой замечательный муж. Ну, на самом деле, для нас открытие магазина – это большая такая веха, именно такого крупного. Обустраивается тут еще, как видите, полно. Но мы практически не разобрали еще здесь, но уже повесили вот такую стеллажную систему. Но самое клевое – это Гоша сделал вот такие столы. Вот здесь уже огромное количество растений. Вот такие щиты для оборудования. И вон стоит наш террариум. Что ж, давайте посмотрим на него поближе. Террариум, на самом деле, 30 на 30 на 45. И это не Экзотера, это Рептизо. Он нам достался за последний мастер-класс. И вообще, кстати, хотим сказать огромное спасибо этой компании. Они в последний раз подарили нам еще огромный большой террариум 45 на 45 на 60. Это было так неожиданно, так приятно, потому что обычно мы уходим с мастер-классов, грубо говоря, с той емкостью, которую мы взяли, небольшую, и вложив в кучу материалов и ресурсов в них. Вот. Они нам дали возможность приступить к реализации большой лягушатной стойки в магазине. Не знаю, когда мы к ней приступим, но сегодня мы будем делать первый. Вот. Ну что ж, давайте теперь немножко поговорим о самом террариуме. Значит, что здесь? Ну, здесь стандартная сетка снимающаяся. Если вы помните, но я думаю, что больше, честно, их подписчиков в курсе, что раньше у Рептизо были разборные террариумы. Сейчас они их почти убрали. И что самое классное, это дверка. Дверка, открывающаяся одна. Не знаю, как будет здесь муха. Наверное, ну, вообще достаточно плотно все это закрывается. В итоге. Надеюсь, что муха не будет вылезать. Хотя, она вылезает из нашего большого домашнего. Поэтому не сильно будет страшно, если она останется. Четверка одна на петельках. Здесь вот такая вентиляция пассивная. Вот она. Скорее всего, придется эту решетку снимать. И вместо нее кастикло, как мы обычно делаем. Я уже приклеила на силикон решетку. И буду делать ее, как обычно, на влении. Ну, потому что такие объемы, они благодарнее всего растут на ней. Здесь уже собранный короб с предыдущего мастер-класса. Это обычные решетки. И трубка для отведения тренажа. Вы, пожалуйста, не пугайтесь беспорядку. Как бы, ну, не охота прилизывать ничего. Потому что, ну, как есть пока. Вот. Ну, не идеальны мы. Вот. Ну, что ж. Пора идти за глиной. Мы замешиваем глиносмесь вот такими ящиками. Здесь, в районе 40 килограмм. Честно говоря, она очень тяжелая. Я уже даже думала перейти на склад, чтобы сделать стенку. Возможно, сейчас придется так сделать. Но там намного лучше светомастерской. Не хотелось бы снять для вас ролик. Поэтому, поэтому это выглядит примерно вот так. Это называется детство в попе заиграла. Ну, в общем, я пока с вами прощаюсь. Сейчас я его допинаю до нужного места. И продолжу работать. Ой, ребят. Старая для тайкова уже. Но я его доперла. Вон. Это было не очень просто. Жалко, что ребята еще не пришли на работу. Наверное, надо было их подождать. Вот. Вообще, это глина для нашего нового проекта. Но я не уверена, что у нас получится там снимать. И надеюсь, что те килограмм, которые я сюда заберу, не сильно повлияют. Вот. Ладно. Сейчас будем уже ставиться на штатив и снимать. Рабочий процесс. В общем, наша с вами задача. Пробить эту стенку, чтобы ничего не отваливалось. И сейчас мы, собственно, этим займемся. Так. Ну что ж. Будем считать наш задний фон доделанным. Вот такая штука у меня пока вышла. И использовать я буду вот такие коряги дуба. У нас их целый склад. Вот. И сейчас я начну все это подбирать и активно искать. То, что мне нужно. Итак, всем привет. Мне пришлось прерываться. Поэтому здесь это уже два дня все простояло. Я вернулась. И начинаю дальше работать. Что получилось? Ну, получилась у меня вот такая ерунда. Сейчас я буду ссыпать грунт. Изначально я планировала под ванзолини. Но ванзолини мне не принесли. Поэтому сейчас я буду делать под траурных гекконов. Значит, вы можете обыгать, заменять любым другим грунтом. Ну, самое главное, чтобы он был воздухоемкий и не слеживался. И не был сильно питательным. Значит, АБГ имеет сильную усадку. Поэтому я его вот так вот притрамбовываю. В итоге весь дизайн переделали. Получилось вот так. И сейчас будем сажать растения. Ну, вот закончились посадочные работы. Вот такая штука у нас вышла. В итоге здесь посажены серегинелла, краус и мини. Лилеопсис бразильский. Вот сильгинелла. Вот лилеопсис. Это бегония джулау. Кстати говоря, она была красная, когда я ее покупала. Маргравия пикта, которая по плану должна занять вот эту вот зону. А здесь должно быть все мхом. Здесь микрограмма тектонана. Это загадочное растение с тремя названиями. Под разными тремя названиями оно приходило. У нас оно как микроцентрус крестатус. Или микроцентрум крестатум. Вот его уже унесли в торговый зал. И смотрим. Здесь закрыта вентиляция. Вся полностью наглухо. Прыскивание пока ручное. Не знаю дальше, что будет. Наши светильнички. И теперь все это было только что полито. Закрываем. И следим за его жизнью теперь на протяжении какого-то времени. И потом покажем, что из него выросло. Прошло примерно за месяц от старта этого флорариума. У него на самом деле достаточно экстремальные условия. Потому что за ним ухаживают наши сотрудники. Они еще пока не во всем набили руку. Хотя и молодцы. Вот, значит, меня не было недели на работе. Я его вижу точно так же, как и вы в первый раз. Ну, что я могу вам сказать. Все не так плохо, но все не прям идеально. Хотелось бы большего роста. Ну, во-первых, явно, что я сейчас буду его стричь. Что здесь происходит? Здесь вот бегонии все они очень хорошо чувствуют. Здесь были запущены сюда траурные гекконы. Которые, судя по всему, отсюда уже каким-то образом смотались. Потому что найти их только две штуки есть. Пик-то нормальный. Здесь проросли солероли. Где-то я тут видела пилея микрофила. Вот она. Также здесь монте-карло, который я буду удалять. Здесь все более-менее нормально. Но мне кажется, что сухо. То есть, вот, ребята, видимо... Вот, смотрите, даже глина отваривается. Сейчас буду мочить и ругать. Хотя вентиляция уже почти открыта. Но я бы сказала, что я сейчас его сдвинула и вообще ее убрала. Посмотрим, что будет при таком режиме. Ну, в общем, стрижка вышла не очень большая. Но, тем не менее, мы постригли, разобрались, посмотрели, что у нас в дренаже. Сейчас я это все хорошенько удобрю. Но постараюсь не задеть орчидею. Теперь по поводу гекконов. Я так думаю, что, наверное, не сбежали, потому что, смотрите, какая ситуация была. Когда сажали, что-то не посмотрели. Во-первых, не довели до конца вот эти упоры, но это ладно, это ерунда. Во-вторых, вот здесь, вот если посмотреть, даже видно дырку. Это место для выведения проводов, а траурный геккон, они реально мелкие. Я думаю, что они могли сюда пролезть, поэтому, скорее всего, они просто сбежали. И у нас придется покупать новых и заклеивать вот эти отверстия. Еще я сняла полностью пленку. Посмотрим, что будет. Но глина, скорее всего, конечно, будет сохнуть. Придется, наверное, вырезать кусочек стекла сюда попозже. Но пока посмотрим, что будет при такой эксплуатации. И сейчас мне останется только все это протереть и выгрузить на место. Мне удалось найти только одного геккона, а он сидит вон там наверху, бедный, несчастный. Вы его, наверное, видите. Ребята говорят, что они видели двоих, но будем надеяться, что здесь действительно осталось двое. Я все-таки сейчас заклею скотчем эту дырку. Будем надеяться, что они вылезут, хотя особо прятаться им негде. Но, как показывает практика, звери могут спрятаться в самых неожиданных местах. Вот такой вот проект. Мы можем делать такие штуки на заказ. Мы можем удаленно консультировать вас. Мы можем научить вас их делать. Мы можем продать вам растения для них. В общем, если вам нравятся флорариумы, ребята, они нам тоже нравятся. Мы найдем точки соприкосновения. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и пишите, что бы вы еще хотели, чтобы мы вам сняли. Всем пока. До новых встреч.